Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, я вас приветствую на канале Тощие коровы в канадской деревне. Хочу с вами поговорить о вымене, и что же с этим выменем делать после того, как корова отелилась. Вы знаете, когда я только начинала заниматься коровами, это было примерно 6 лет назад, когда корова у меня отелилась, я ее там старалась выдавить. Мне ветеринар говорил, надо сразу, моментально это все выдаивать. Я там старалась выдавить, у меня не получалось, потому что корова легалась там, но это была еще только первотелка. Вы знаете, как я с этим всем намучилась? Ну, дело не в этом. Дело в том, что я мучилась, мучилась. Ну, короче, потом наш знакомый, отец нашего, вернее, отец нашего знакомого мне сказал, он говорит, что ты мучаешься? Он посмотрел на меня, я ему рассказывала и видел, он говорит, что ты мучаешься? Оставь. И то, что он мне рассказал, я вот рассказываю вам. Вы можете это делать, а можете не делать. Это, допустим, личное дело каждого. Для меня его система работает. Для кого-то, покажется, это система мракобесия, или как там, для кого-то может и подойти, а может и не подойти. Ну, короче, так, рассказываю. Значит, вот корова отелилась. В моем случае суши отелилась вчера в 2 часа дня. Значит, в первые 2 часа, вот коровка встала у меня где-то через полчаса после родов, я ее начала, я там повытирала все ее и начала ее доить. Руками, я ее доила руками, я выдаивала молозиво. Потому что я знаю, что в первые 2 часа вот этот вот маленький Элвис должен высосать 2 литра молозива. Ну, хоть сколько, но все равно. Но я всегда сдаиваю, вот сейчас сдаиваю, я сдаивала руками, еще раз повторяю, 2 литра, я сдаила 2 литра молозива с нее. И маленький Элвис все это молоко высосал из бутылки. Я показывала. Потом я ее просто-напросто оставила. Единственное, что я сделала, это натерла ее гелем. Натерла ее вымя гелем. Гель у меня вот такой вот. Я уже его много раз показывала. Очень, кстати, классный гель, эффективный. Это гель для лошадей. И очень, кстати, помогает от отека вымени. Ну, что бы вы ни говорили, как-то там бы не доказывало мне. Отек вымени у коров есть всегда. Только единственное, что есть больше, есть меньше отек. Вот. И это что вот мы там видим. Я вот фотографию даже сушеную сняла. Сделала перед тем, как ее рожать там за пару часов. У нее было огромнейшее вымя. И я поставила эту фотографию. Я прекрасно понимала, что это не молоко. Там молока, там еще и в помине нету. Это был отек. Это и есть отек. Но сейчас у нее до сих пор есть этот отек. Но вернемся к нашему режиму дня. Ну, так вот. Родила в 2 часа. Я выдаила 2 литра молозива. Мистер Эльвис. Что-то там еще у нее пытался сосать. Не знаю, сколько он там чего высосал. Но в 7 часов я ее вот сюда вот завела. Она у меня в предбаннике. Так как она здесь не ложится. Ну, полежать. Она у меня до сих пор будет еще долго в предбаннике здесь вот вместе с Эльвисом проживать ночью. Вот. Но я ее в 7 часов вечера сюда заманила. Она сюда пришла. Я ей вымя с такой алкогольной, с салфеточкой с алкоголем натерла вымя и начала доить. Поставила доильный аппарат. Значит, я выдаила вчера 2 литра молока. Вот. Как раз Эльвису на бутылочку. У меня там как раз поместилось 2 литра. Но, конечно, он не захотел, потому что он уже там сосал что-то у нее до 7 часов вечера. Сегодня в 7 часов утра. Сегодня утром в 7 часов утра я ее загнала опять вот сюда. Вот. Опять же размассажировала ей вымя. Не сильно. Я просто натерла его и начала доить. С утра я выдаила около 2-5 литров молока. Но это не молоко. Это, в принципе, молозиво, оно желтое. Вот. Ладно. Взяла я. Перед тем, я ее отправила немного погулять. Потом начался шторм. Я ее загнала назад. И потом опять выкинула на улицу. Но, тем не менее, я опять намазала это все гелем. Утром. И вот была у нее такая эпопея. Туда-сюда. На улицу. С улицы. На улицу. С улицы. Ну, неважно. Сейчас 7 часов вечера. Я опять взяла алкогольную салфетку. Я опять ее там все это потихонечку смазала, промассажировала. Поставила вот аппарат, доильный аппарат. И выдаила у нее получилось пол ведра молока. Видите, какое-то выемя. Вы скажете, ой, такое выемя огромное. А там 5 литров молока. Она вообще не рентабельная. Нет. Это все равно еще отек. Еще раз повторяю. Это отек. У них все равно отек. Молоко еще не прибыло. Вот так вот. Так что. Вот такие вот дела. Завтра опять я повторю. Сейчас вот я опять намазала. Вот этим же еще раз гелем. Показываю его. Все спрашиваю. Я тут показываю. Вот. И завтра буду опять ставить аппарат. Доильный аппарат. И буду ее доить. Она не лягается. У нее все нормально. Это ее не первые роды, как говорится. Так что. Все у нас хорошо. Она абсолютно это все переносит. Что ручную дойку, что машинную. Ну. Вот такие вот дела. Я думаю вам расскажу. Какой мне метод. Отец нашего друга посоветовал. Вот. Потому что я говорю. Я парилась так. Даже доходило до того. Ну. Я там врач. Ну. У нас когда был ветеринарный врач доктор Пол. Доходило до того. Что я ему звонила. Говорю. У нее все равно вымя огромное. И все остальное. Что делать. Она не опускает молоко. Ну. Конечно. Ему оба деньги. Там. Он сюда приезжал. Говорил. Ой. Вот. Окситоцин надо вколоть. Два миллилитра. В межхвостовую эту часть. И. Значит. Она опустит молоко. И. Все будет хорошо. Ну. Вы знаете. Я вам еще расскажу. Что это не работало. Я так переживала. Так. За все это. Это кошмар. Вы бы видели. Колола ей этот окситоцин. Понимая. Что это не очень хорошо для нее есть. Ну. И это я не о суше говорю. А вот. И даже не о Люсе. Люся никогда не держала молоко. У Люсы нету отеков. Не было отеков в имени. Почему-то. Вот. Кстати. Странно. Есть. Но небольшие. Но не важно. Вот. И. Хочу вас. Просто-напросто. Вам. Ну. Как бы посоветовать. Вот такой вот способ. Не волнуйте. Что оно большое сильно. Самое главное. Чтобы оно. Как бы. Не было. Ну. Если вы будете постоянно мазать. И его. Там. Два раза в день. Немного массажировать. После отела. То все будет хорошо. Никаких там маститов не будет. Вот. Ну. Я конечно понимаю. Есть такие случаи. Что прям. Вот. Коровы не отпускают молоко. И нужно колоть окситоцин. Ну. Может быть. Есть. Но я подожду. У меня это работало. Допустим. Завтра я посмотрю. Сколько. Сколько будет. Молока у нее. И посмотрим. Какое вымя. Я хочу. Да. У нее. Немного от машины. Там. Получился. Как бы залежен. Вот здесь. Вот на этой. На вот этой вот дойке. Ну. И тем не менее. Я его размассажировала. И все. У нас нормально. Вот так вот. Так что сильно так. Не переживайте. Но и не бросайте это все на самотек. Обязательно. Должно. Должны вы наблюдать корову. Вот. И. Еще раз повторяю. Конечно. Многие говорят. Там. Нельзя это вымя трогать. Нельзя там массажировать. Я не знаю. Я массажирую вымя. Я даже массажировала вымя. Ну. Как бы не массажировала. А натирала. Вот этой мазью. Перед родами. Я ее натерла. Потому что. Ну. Как-то так. Мне оно. Оно очень было огромное. Мне было ее очень жалко. Что такой был у нее отек. Вот. А это в принципе. Мазь. Которую я мажу. Ее гель. Этот. Он помогает от отека в имени. Не запускайте. И не ленитесь. Два раза в день. Намазать этой жидкостью. И очень хорошо. Я понимаю. Что многие люди даже кормят. Ой. Вернее. Дуют коров. Три раза в день. Ну. Я этого не делаю. У меня. Просто нету на это времени. Вот. Ну. И плюс у меня еще. Кстати. Я забыла вам сказать. Что я утром допустим доила суши. Да. Ну. Уже мистер Эльвис ее выдаил. Там выпил сколько ему там надо молока. И точно так же Эльвис ее выдаил в обед. Так что поэтому всего лишь осталось мне там несчастных пол ведра. Вот. Вот с вами говорю. Видите как она хорошо взяла. Съела свой комбикорм. Вот. Так что. Такие вот дела. Следите за своими коровами. Если будут какие вопросы. Задавайте. Подписывайтесь. Чтобы не пропустить мои видео. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok